Ни для кого не секрет, что сегодня наркотики, алкоголь и табак стали настоящим бичом для общества. И зараженными этой губительной болезнью все чаще становятся те, на кого должно опираться государство. Молодежь. Безнравственность, распущенность и пофигизм. Под такой эгидой растет новое поколение. Съемочная команда телерадио компании «Альтекс Медиа» вышла на улицы Артемовского, чтобы поинтересоваться мнением горожан о проблемах молодежи. Самым крупным и серьезным фактором, поражающим наше будущее, была выделена наркомания. Меня волнует в нашем городе, что у нас, молодежь, много наркоманов. И с ними как-то надо ведь обходиться, их лечить или что-то. Это такая боль в сердце. Я вот в своем городе живу 40 лет. Работала в стройуправлении. И знаю, сколько... Ну, кто-то же продает им эти наркотики. Ведь это страшно подумать, что столько у нас наркоманов. Сто процентов опрошенных признали, что наркоманы есть и в нашем городе. Но ни один респондент не пожелал бы общаться с этими опустившимися людьми. Я не знаю, я бы не стала с такими общаться. Также, как одну из проблем современной молодежи, отмечали такие пагубные привычки, как алкоголизм и табакокурение. Я считаю, что это плохо. Курение сейчас не в моде. Я не курю, мне не нравится. Меня точнит от этого запаха. Я же сам курил, как бы завязал. Два года вот уже по праздникам выпиваю. Скажите, пожалуйста, вы курите? Сейчас нет, но курила в молодости. А как вы относитесь вообще к этому курению? Очень плохо. Ну, потому что это и внешние данные у человека, и здоровье, ну и вообще. Ну, курение – это занятие в компании. Это компания, это когда люди общаются. Один человек обычно редко, когда курит, а вот собирается в компанию, курят. И общение происходит таким образом. Думаю, что курить лучше не надо, а здоровье портишь. Нет, не курю и не пью. Ну, курящему алкоголь употреблять, ну, я отрицательно к нему отношусь, я стараюсь с ними не общаться с нам. Очень плохо. Это нехорошо. Мало того, что ужасный запах и портит свое здоровье. Да, здоровье – это самое важное. Не надо курить. Я плохо отношусь к пьющим и курящим людям, потому что это портит их здоровье. Я не курю. Я не знаю, я не понимаю тех людей, которые курят. Я плохо отношусь к курению к алкоголизму. А как ты относишься к девушкам, которые курят, выпивают? Да, плохо. Не славности продерживаешь? Не. Некоторые говорили об отсутствии духовности и, как следствие, сексуальной распущенности. У меня у сына в 14 лет одноклассница родила. Ну, они еще сами дети. Рожают детей и не ухаживают, их родителям своим оставляют, сами гуляют еще. Фу, это ужасно. Я бы не стала с такой общаться. Ну, как бы она сама еще ребенок и должна еще, ну, там, погулять, там, пообщаться. Не рожать, это точно. Да, плохо отношусь к тому, что в ранний, там, это, период девушки, там, это, рожают уже, как бы. Ну, я слышала такую вещь, что самые здоровые дети рождаются, когда человек молод. Ну, не когда ему 12, 13, 14 лет, а вот 16, 17, 18. Вот с точки зрения рождения детей, их здоровья, ну, с точки зрения того, что эти дети, эти молодые люди, которые рожают, они становятся, должны быть родителями, я считаю, что это рано. Они еще, как родители, совершенно не готовы. И обычно таких детей воспитывают их родители, бабушки и дедушки. Поэтому я против. Ну, это распущенность. Это надо спрашивать с родителей. Вот в моей семье было, у нас 10 детей, 9 живых осталось. Нас так строго воспитывали родители. Мы знали, что надо себе заработать хлеб, выучиться. И мы это... А сейчас балуют. И дети обеспеченные. И они не думают о том, что... Как родителям тяжело, если они начинают жить подловой жизнью. Это вот страх-то ведь. Если молодая девушка, она начинает рано и пить, и курить. Это что? Это распущенность. Родителям надо строго относиться и следить за своими детьми, я считаю. О проблемах молодежи можно говорить бесконечно. Гораздо сложнее увидеть истинную причину того, что мы видим сейчас. Именно от молодого поколения зависит развитие города и района. Но в то же время сам город должен дать ребятам шанс исправиться. Я думаю, что нам, ну вот вообще и России в целом, и вообще для молодежи надо поднимать детский спорт. Потому что у нас его никак почти не поднимают. То же самое, что хоккей, что футбол. Они стараются выехать на тех, кто уже раньше играл, как бы кто знает уже. А детский спорт они вообще почти не поднимают. Детский и юношеский спорт. Нашему городу, во-первых, нужно сначала навести порядок везде. Вот это. С этого начать. А потом уже говорить о спорте. Это будет наведение порядка. Это будет параллельно и занятие физическое. Что нужно? Ну, что нужно? Нужно, чтобы стадион был доступен. А сейчас он недоступен, насколько я знаю. Можно туда проникнуть. Раньше мы ходили туда, катались на коньках. А сейчас, мне кажется, туда невозможно проникнуть. Может быть, потому что им работать негде. У нас ведь мало предприятий работать. Ведь когда-то у нас и завод такой огромный работал, и железная дорога, много людей работало. Как-то сейчас молодежи почти нет. Они все уезжают с нашего города. А та, которая остается и не может встать на ноги, она занимается не тем, чем надо. Вот это самое такое больное место, что надо обратить внимание на воспитание молодежи. Надо занять молодежь, чтобы у нас работали для них стадионы, работали клубы. Вот когда будет это все открыто, я сама занимаюсь. Я хожу на стадионе каждый день, делаю 5 километров. И думаете, хоть один молодой человек, один бегает. В центре города два таких стадиона, школьный, марш-заводской стадион. Но ведь нет молодежи-то. Да, можно бесконечно долго ругать молодежь. Но не стоит каждого молодого человека принимать за пьяницу и бездельника. Нельзя по отдельным, прогнившим изнутри людям судить о целом поколении. На улицах нашего города можно встретить жизнерадостных и целеустремленных ребят. Сейчас получится. Все, потом если два года еще закончить это, на профессию свою, потом в армию сходить. Я не знаю, я вот сейчас хочу пойти на танцы, танцевать. Но я не знаю. Я уже 7 лет занимаюсь футболом. Еще не решил, но планирую пойти в ВУЗ в Екатеринбург. Каждый сам выбирает свой путь. И насильно навязывать подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни бессмысленно. Но каждый молодой человек должен помнить, что от этого выбора зависит не только будущее его детей, но и целого государства.